Чаще всего подарки в интернете выбирают для ребенка и второй половинки, судя по запросам Яндекс. Но самый популярный вопрос в поисковой строке – не что подарить, а что попросить в подарок себе. Есть и презенты, которых люди опасаются. Среди них оказались часы, подушки и ножи. Детям игрушки, книжки, мужу носки и тросы. Куда-нибудь в поездку, бутчик. Это, кстати, тоже подарок. Пять килограмм конфет взрослому мужчине. Знаете, сколько счастья было? А получали? Не знаю, вот, наверное, в коляске. Популярный запрос о хендмейт – подарках тех, что делают своими руками. Для Аси Рябининой Новый год – это время чудес, которые она сама воплощает в жизнь. Дизайнер по профессии и декоратор по душе. В последние годы девушка увлеклась созданием декоративных настольных елок – топиариев. Я обычно, когда смотрю в магазине то, что есть, и что я нахожу, какие-то шишки, вот эти вот элементы, я вот тогда и понимаю, что вот это можно с этим сделать, это можно вот так попробовать. Сейчас попробую вот с такими шишками, а потом попробую с обычными шишками от сосны, вот эти вот маленькие, мелкие. И посмотрю в процессе, какие лучше смотрятся. Такая красота делается своими руками из подручных материалов. В магазинах можно купить уже готовую композицию за 2000 рублей в среднем. А можно приобрести недорогую мишуру, шарики и клей. И сделать самому, затратив при этом порядка 500 рублей. Человеку всегда будет приятно, когда ты постарался, если что-то руками сделал. Не вот пошел купил там гельный, мыльный набор какой-нибудь, вот, который там использовал и забыл. А это будет все время тебе напоминать. Можно купить такую елку небольшую, вот из которой я делаю вот эти вот заготовки, и соединить их две. Вот, ну вот эту, то есть ленточку красиво, шарами тоже украсить. И будет такая, как бы, гирлянда большая, которая тоже... Ну, как в американских фильмах. Да, да, огромная, красивая гирлянда, которая тоже в магазинах будет там тысячи где-то три, наверное, точно стоить. А так, если самим сделать, то она там будет тоже на рублей за 500. Истина вечна. Главное не подарок, а внимание, которым нужно одаривать близких каждый день наступающего года, и тогда взаимность не заставит себя долго ждать. Мария Левина, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События. Время не говорю просто, кто он. Время не говорю просто, кто он.